Мы живем по-новому в Евразийском экономическом союзе и уже сегодня стало проще завозить автомобили из России и Беларуси. НДС платить не нужно, если вы везете для себя, а не в коммерческих целях. Законом не оговаривается, сколько именно можно возить машин без налогов, как изменится авторынок и цены, насколько оправдана стоимость, которую мы сегодня видим в наших автосалонах. Обсудим эти вопросы с представителями разных сторон. У нас Павел Ким, председатель правления Союза независимого автобизнеса Казахстана. Антон Афонин, управляющий директор по развитию дистрибуции «Астана Моторс». Николай Логотов, депутат мажориста парламента, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию. Присоединится к нам из студии в Астане. Это реальный сектор с Магомедом Аслаханом. Начнем разговор с ослаблением рубля в России. Упали цены на автомобили на 30%. Почти казахстанцы активно покупают машины там и перегоняют их сюда. У нас тоже цены могут упасть до такой степени или нет? Павел, давайте начнем с вас. Мы хотим в первую очередь отметить то, что ослабление рубля действительно сказалось на рынке. И независимый автобизнес, в частности как профессиональные игроки, так и физические лица, активно стали закупать автомобили, как новые, так и бывшие в употреблении в Российской Федерации. Автомобили начали завозиться с момента падения курса рубля и в настоящий момент продолжаются. Но уже больше на вторичном рынке автомобилей. Цена упала и возможное поднятие стоимости автомобилей вряд ли мы спрогнозируем на 2015 год. Поэтому ситуация такова. А что вы скажете, что ждет официального дилера в такой ситуации? Как вы будете конкурировать с поставщиками неофициальными? Ну, конкурировать сложно в текущей ситуации с таким падением рубля. Но мера уже предпринимается. Toyota в конце декабря снизила цены. Это без рекламной кампании. Но как бы неважно, это был достаточно серьезный знак такой для рынка. Мы как импортер Hyundai тоже корректировали цены. У нас, к сожалению, нет запаса большого для корректировки вниз. Все-таки мы закупаем в долларах автомобили, у нас валютные контракты. Но в любом случае мы стараемся как-то следить и идти в ногу. Продажи упали сейчас? Да, продажи упали. Сильно упали? Ну, процентов где-то на 15-20. О каком-то сильном ударе по бизнесу, а банкротстве пока не стоит вопрос? Нет, к счастью нет. Но как бы вопрос такой, что продажи машин могут упасть. Сервис нам помогает держаться на плаву. То есть есть модель, существует, что в принципе даже при нулевых продажах официальный дилер должен в состоянии прожить один год. То есть такие риски заложены уже на перспективе? Ну, это сложно. Мы как большая группа, нам гораздо проще. То есть у нас диверсифицированный бизнес, поэтому мы можем себе помочь. Понятно. Вы богатые. Нет, здесь вопрос, наверное, просто везение. Давайте примем, у нас к разговору присоединилась Астана, студия в Астане. На прямой связи Николай Логутов, депутат Можлиса парламента. Здравствуйте, Николай Николаевич. Добрый день, Магомед. Николай Николаевич, запрет на параллельный импорт называют основной проблемой для развития авторынка Казахстана. Получается своеобразная монополия официальных дистрибьюторов. Как можно решить этот вопрос на законодательном уровне? Я должен сказать, что эта работа уже сегодня проводится, и вопрос достаточно серьезный. Вы поймите правильно, что параллельный импорт, он сегодня существует и спорный во всем мире. Мы работаем сегодня по региональному принципу, который установлен в рамках Евразийского союза, который начал работать с 1 января. И я вот должен сказать, что вот обращение последнее, которое Павла к нам было в начале прошлого года, мы сегодня многие вопросы уже законодательно решили. В частности, мы приняты закон сегодня об интеллектной собственности. Вот буквально я пришел в заседание парламента, в котором были проведены те поправки, о которых мы оговаривали с Павлом в свое время для того, чтобы как-то оказать помощь. Суд заключается в чем? У нас была разная правоприменительная практика, и по существу, находясь в региональном принципе, мы работали по принципу национальному, то есть сугубо узкому, и даже тот товар, который проходил с Россией и Белоруссией, сегодня не считался правомерно законно ввезенным на территорию. Вот сегодня мы официально ввели о том, что весь товар и все разрешения, которые были приняты на территории России и Белоруссии, сегодня действуют полным образом. То есть, если правомерно товар ввезен в Белоруссию, и наш представитель приобретал там, то он спокойно может торговать соответствующими документами, подтверждающимися это дело на территории Казахстана, и никакой сегодня дистрибьютор, другой или владелец товарного знака не имеет права к нему предъявлять претензии. Таким же образом, если правомерно введен Казахстан, наш представитель имеет право торговать или оказывать услуги на территории России и Белоруссии. Таким образом, расширена сегодня география, а с учетом уже и Армении, мы сегодня можем вполне говорить о том, что начинаем как бы работать в том ключе, который существует. Вы понимаете, параллельный импорт сам по себе, он и вроде панацея, как мы говорим, для снижения товаров, но в то же время он сегодня, как нам говорят эксперты, может сокращать линейку товаров, потому что будет много мелких дистрибьюторов, которые не будут завозить тот вид товаров, которые не будут гоняться за каким-то одним видом. Самый серьезный вопрос это к локализации производства, которое существует у нас на территории. Например, в Кустанае Toyota уже выпускает какую-то товарную продукцию и линейку определенную. Мы будем завозить оттуда, со стороны, таким образом будем в определенной степени продавливать сегодня выпуск нашей товарной продукции, и это может приводить тоже к банкротству. Вот сегодня Европейский Союз, к примеру, он работает тоже по оригинальному принципу, но он разрешает сегодня действия, которые можно там в каком-то все расширить. То есть вот эта линейка товаров не производится в Европейском Союзе, мы ее сегодня даем. Если вот эта линейка товаров у нас производится в Европейском Союзе, не вразийском, подчеркиваю, а в европейском, то есть там и вот Германия, Франция и так далее, тогда там сегодня идет ограничение. В той же Соединенных Штатах Америки есть правила левера, они работают полностью с открытым вроде параллельным импертом, но правила левера устанавливают, если какой-то вид товаров сегодня наносит ущерб предпринимателям сегодня того и штатов, то они сегодня там ограничивают. Таким образом, мы в какой-то стране и в Евразийском Союзе сегодня в Москве прорабатываем такую ситуацию, в частности с господином Шуваловым. И сегодня под гидой экономической комиссии создана специальная рабочая группа в составе трех стран, в которые уходят представители бизнеса и наши. Значит, в том числе, по-моему, Павел тоже входит туда, который оговаривает и будет пытаться сегодня решить те вопросы, которые бы вот и не тормозили в то же время развитие локальных производств, и наоборот приглашали инвесторов, которые бы те же производители основных брендовых марок устанавливали, вливали инвестиции, создавали рабочие места и производили продукцию у нас на местах. И в то же время, если сегодня у нас нет той продукции, она давала возможность создавать конкуренцию, которая у нас вводилась бы на нашей территории. Таким образом, Павел, я вам еще раз хочу сказать, ваши поправки, которые мы с вами обговаривали, они приняты. Спасибо, Николай Николаевич. Николай Николаевич, вот эти ограничения, которые пока есть по параллельному импорту, насколько они невыгодны нам? Вы знаете, еще раз говорю, вот эксперты показывают разнополярную позицию, которая существует. Мы проводили международную конференцию в конце октября в Алма-Ате, в частности под экидой экономической комиссии, приезжал министр по экономическому развитию господин Алдобергенов, приглашали специально две стороны, там достаточно большой зал был, в котором высказываются различные мнения. Вот еще раз хочу понять, чтобы вы нас поняли. Я больше склонен за именно ту позицию, которая региональный принцип с разрешительной степенью, потому что нам в какой-то степени надо защищать внутреннее производство нашей страны. Мы должны у себя создать тот товар. Пускай Toyota, вот как встаная, развивает определенный вид бизнеса, значит, товарной продукции, пусть еще больше расширяет эту линейку. Coca-Cola, к примеру, работает, Pepsi-Cola у нас сегодня выпускает товарную продукцию, какие-то виды другой товарной продукции, которые у нас есть. Мы за это, понимаете? За то, чтобы мы у себя производили и торговали ей на территории того же Евразийского союза. А что-то, может быть, вывозили сегодня в страны Азии, или, может быть, даже в Европейский союз. Понимаете, вот нам надо сегодня разрешить. И не порушить свое производство, но в то же время создать действующую конкуренцию. Николай Николаевич, какие есть как раз такие вот преференции для производителей именно авто у нас в Казахстане? Законодательные. Ну, я вам хочу сказать, что сегодня для производства особенно крупных, такое, как производство автомобилей, у нас еще серьезно много преференций. Я скажу, последний закон о инвестиции, который вынес, собственно, предложение многих вопросов наш президент Нурсул Атавишевич. Я вам скажу так, 20 миллионов долларов инвестиций, которые вносит сегодня какой-то, ну, будем говорить, крупный организатор производства за рубежом, он сегодня имеет преференции на подоходный налог, преференции у нас сегодня на налоги на землю, он не будет в течение 10 лет сегодня, а где-то упростится. Как только ввел свое производство, 30% будет гасить затраты уже самого государства. Если говорить о среднем бизнесе, мы сегодня по программе дому можем предоставлять кредитные ресурсы под 6%, причем, если даже банк второго уровня предоставляет по 10-15%, то все эти проценты до 6%, вот Горин говорит, до 9%, это гасит сегодня государство. И таким образом мы сегодня имеем глотные вопросы. Поэтому для автодилеров, автопроизводителей, то есть для любой продукции, не только касаемо, например, автомобилей, я вам хочу сказать, что сегодня достаточно льготные условия. И более того, мы имеем сегодня данные, когда мы знаем, что из России, из Беларуси, особенно из России, очень большое количество предпринимателей, из-за ощущения действительно льготных условий для развития бизнеса, заворачивают там свой бизнес и приезжают, открывают его сегодня в Казахстане. Спасибо вам, Николай Николаевич, за участие в программе. Успехов вам в вашей работе. До свидания. Спасибо, пожалуйста, вам с интересом тоже присутствовал. Спасибо. Спасибо. Чего может привести легализация параллельного импорта в долгосрочной перспективе? То есть будет такая свободная и равноправная конкуренция, и цены должны пойти вниз. Правильно я понимаю? Мы можем это все прослеживать на конкретном примере. За последний период, когда цены на автомобили в Российской Федерации сильно упали, Антон не даст мне соврать, официальным дилерам не только Тойоты, но и также других брендов представленных, здесь в частности Ниссан, просто пришлось снизить свои цены, дабы конкурировать с параллельными импортерами. В долгосрочной перспективе мы рассматриваем тот вариант, что параллельный импортер, привозя запасные части, допустим, к тем же самым автомобилям, либо те же самые автомобили из третьих стран, сможет создавать необходимые условия для того, чтобы официальный дилер, разделим их на две категории, правообладатель товарного знака продавец дистрибьютор, либо конкретный производитель этих автомобилей. Если мы сейчас будем говорить о, скажем так, Тойоте, не считая Тойота Фортюнер, производимую здесь, то фактически производства никакого нет, запасные части будут завозиться и будет создаваться нормальная конкурентная среда, при которой покупатель сможет сам самостоятельно выбирать, где ему купить эти запчасти, где ему это установить, при этом экономит довольно-таки серьезный свой бюджет. Мы можем как раз посмотреть топ-10 самых продаваемых дорогих авто в Казахстане. Участниками опроса стали мужчины и женщины, которые могут позволить себе дорогие авто содержать. И больше всего выросли продажи компактных внедорожников примерно на 28%. Среди требований к дорогим автомобилям у казахстанских покупателей на первом месте надежность, затем комфортабельность и экономичность. А внешнему виду уделяют внимание в последнюю очередь. Вот такая динамика у нас на авторынке под премиум классу. Антон, у наших автопроизводителей есть преференции государства, какие льготы предоставлены? Например, возьмем те марки, которые в вашей компании представлены. Так, ну на сегодняшний день мы продаем официально Toyota, мы просто дилеры, мы не являемся ни импортерами, ни дистрибьюторами здесь. И, ну как бы я знаю просто, эти льготы, они официальны, их можно найти где угодно. Производители освобождены от уплаты, в первую очередь, от таможенных пошлин импортных. И при продаже напрямую от завода производителей еще они освобождены от уплаты НДС. Это самые значительные льготы, которые вот на сегодняшний день есть именно у производителей. Антон, такой интересный вопрос. Да, закончите мы с вами. Есть различные программы, целевые, адресные. Это дорожный кратер по развитию автобизнеса. То есть инвесторов привлекают реально в страну. Вот о чем говорит каждый желающий приобрести автомобиль. Toyota, например, возьмем Fortuner тот же, да, почти в два раза дешевле в Арабских Эмиратах 23 тысячи долларов. Там можно его купить и сюда привезти обойдется намного дешевле, чем здесь купить тот же модель за 41 тысячу долларов. Как так получается? Я понимаю, что вы не имеете отношения вот к этим ценам личного, но как представитель этой стороны можете как-то объяснить ситуацию? Я вижу этот вопрос в двух флоскостях лежит. В первую очередь, эта модель. Мы изучали внимательно те модели, которые продаются на рынках Арабских Эмиратов и которые поставляются у нас сюда. У нас европейская спецификация, там идет арабская спецификация, она проще и дешевле. Ну, банально, там, начиная с толщины железа, заканчивая там качеством стекла и всего. Где-то примерно это 5-10% от стоимости разницы. Это в цене автомобиля. Соответственно, в Эмиратах нет налогов. То есть здесь у нас в цене импортируемого автомобиля уже 42% по умолчанию сидит в платежи в бюджет. Это просто вот ты привез уже 42% отдай, пожалуйста, государству. Это, в принципе, правильно. Государство должно наполнять свой бюджет. В Эмиратах, насколько я знаю, 5 или 6% максимум сидит. То есть политика вообще того региона в основном трейдерство. То есть задача меньше направлена на насыщение внешнего рынка, она больше направлена на перепродажу на рынке, скажем так, третьих стран. Поэтому, собственно говоря, минимальная маржа, попытка максимально избавиться от стоков, а цена получается минимальная. Здесь ситуация другая. Я, насколько знаю, я могу ошибаться, но только инвестиции в завод составили больше 70 миллионов долларов. В любом случае, то есть если ничто не оставить производителю, то он никогда не окупит этот проект. Это невозможно. Экономика так устроена. Да, то есть какие-то деньги, понятно, заложены на то, чтобы окупать эти проекты. Это невозможно без этого. Продолжение следует...